На одной волне с городом. Радио. Болтком. Внезапно возникшие и забытые компании в прессе. Законы с благими пожеланиями, обернувшиеся убытками и злом. Изнанка политики, фальшивые новости, хроника краха и успеха. Проблемы настоящие и выдуманные. Здравствуйте, меня зовут Люся Прибыльская. Встречаемся по четвергам в 18.15 в программе Подоплёка. На радио Болтком. Подоплёка. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы говорим о проблеме, наверное, которая может коснуться или уже коснулась буквально всех. Это помощь в экстремальных ситуациях, какими могут быть резкое заболевание вашего близкого человека или просто прохожего, которого вы можете встретить на улице, и он покажется вам или ненормальным, или пьяным, а окажется на самом деле, что ему плохо, ему нужна срочная помощь. Вот как раз о системе спасения в таких ситуациях, системе реагирования в стране на острые такие заболевания. Мы сегодня будем говорить с Александром Гришулёнком. Это человек, который изобрёл, ну или разработал систему такой срочной помощи. Она называется латиницей САСАП. И несколько лет Александр пытается достучаться до ответственных институций с тем, чтобы эту систему сделали такой государственной, поскольку она позволяет действительно организовать систему быстрого реагирования и помощи пациентам с инсультом, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые у нас лидируют всё-таки по смертности в стране. И не только систему вот такой экстренной помощи, но и систему затем поддержки после такой сосудистой катастрофы людям, поскольку вот как раз на этом этапе люди близкие, родственники, друзья и так далее, они сталкиваются с проблемами, которые они впервые видят, с которыми они не знают, что делать. Они пытаются найти какие-то выходы, способы реабилитации этого своего близкого человека после больницы. В общем, вот об этом круге проблем. Сегодня мы говорим с Александром. Добрый день, Александр. Добрый день. Рад вас видеть. Итак, мы уже в этой студии обсуждали вашу разработку и констатировали, что, мягко говоря, от неё отмахиваются. Это так? Ну, её игнорируют. То есть, как будто этого предложения на столе не существует и, возможно, там скрываются за какими-то статистическими цифрами. Ну, подумаешь, там несколько десятков, сотен или тысяч людей ежегодно страдает от этого. И, ну, это же не война, это же не ковид, это же не ещё что-то. А на самом деле, ну, действительно, наверное, в каждой семье есть, ну, такой случай, да, и, ну, такой же случай произошёл с моей матерью летом 15-го года. Я был в Черногории, через 10 дней, когда я вернулся, я узнал, что она находится в больнице, да, то есть, в больнице с инсультом. Для меня это было, ну, неожиданностью. Ну, я выяснил там, поехал в больницу там, уже прошли, ну, первые какие-то, ну, медицинские, ну, процедуры. Ну, она начала говорить, ну, я задаю ей вопрос, ну, что же ты, мама, да, то есть, почему ты мне не сообщила, не сказала. Ну, она говорит, ну, во-первых, а как бы я могла это сделать? Во-вторых, а что ты мог бы сделать за 2000 километров, да, на кого я брошу свою кошку-собаку дом? Да, и поэтому, как только она почувствовала первые признаки инсульта, она убрала дом, сходила в душ, переоделась и позвонила соседке. Да, то есть, соседка пришла. Железная женщина, я должна сказать. Да, с пятой попытки удалось дозвониться до скорой, и скорая приехала, отвезли ее с озера Разно в Розыкненскую больницу, и, ну, там началась, ну, вторая история, потому что звонок в 112, вызов скорой помощи в случае инсульта, это не конец кейса, это начало кейса, да, и на это надо смотреть, ну, по всей цепочке, да, то есть, ну, во-первых, как быстро можно проинформировать Государственные службы спасения о возникновении этой проблемы, второе, как можно дать этим службам спасения всю необходимую информацию об этом человеке, да, где он находится, в каком состоянии, какие у него диагнозы, с кем можно коммуницировать в этой истории, потому что члены семьи есть, но семьи, они сейчас разбиты, разбросаны по всему миру, и как реагировать в этой ситуации, ну, неизвестно. То есть, после, ну, попадания такого человека в больницу, ну, да, если повезет, будут оказаны первые, ну, необходимые медицинские процедуры, которые, ну, для разных регионов Латвии, они одинаково недоступны, да, то есть, ну, повезло кому, кто есть здесь в Риге, хуже тем, кто живет где-нибудь в Латгалии или между какими-то, ну, крупными, ну, городами, да, то есть, мы сталкиваемся, что, ну, необходимо, ну, единая какая-то цифровая платформа, ну, персональной коммуникации, безопасности и сервиса, ну, в чрезвычайной ситуации. Ну, а потом, после 10 дней пребывания в больнице, я столкнулся с другой проблемой. Мне говорят, ну, все, забирай свою мать, да, то есть, а куда я могу, ну, куда я ее могу забрать, да, ну, то есть, для того, чтобы ее забрать, мне надо, ну, создать, ну, палату дома, мне надо создать, нанять людей квалифицированных, которые могут обеспечить, ну, за ней уход по, ну, дома, да, ну, то есть, какие-то медицинские услуги, социальные услуги, да, то есть, ну, помыть, покормить, перевернуть, переодеть и так далее. То есть, это, ну, и оказывается, что, ну, та часть населения, которая является наиболее активной, является, работает, представляет, ну, средний класс, для этой категории людей, государство не предлагает вообще, ну, никаких, ну, алгоритмов, да, то есть, ни коммуникации, ни безопасности, ни сервиса, потому что, если в случае, если этот, ну, пожилой человек был бы одиноким и бедным, то, возможно, помощь, ответственность за него взяла бы местное самоуправление, если у них там были бы какие-то бюджеты, значит, ну, там есть какие-то социальные работники, значит, какие-то процедуры и так далее, то есть, ну, так как, если, ну, ты не квалифицируешься под социальную помощь, ну, самоуправление, ты оказываешься один-один, ну, с этой проблемой, да, то есть, и на самом деле это, ну, чрезвычайно такая, ну, страшная ситуация, потому что ты столкнулся с этой проблемой и ты не знаешь, что делать, да, то есть, ты начинаешь обзванивать всех своих знакомых, поднимать все связи, чтобы просто осознать, ну, что произошло, в какой точке ты находишься и как на это можно отреагировать. Хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, телефоны в студии 672-12-93-9, 672-13-93-9, звоните, задавайте свои вопросы, может быть, делитесь своим опытом, если у вас были такие чрезвычайные ситуации в семье, то как вы из них выходили, насколько вы ощутили, ну, какое-то всесилие медицины, может быть, или наоборот, бессилие, с какими проблемами столкнулись, допустим, при реабилитации и так далее. Я хочу сказать, что у нас в стране уже более 10 лет работают так называемые инсультные единицы. Это была сделана система, которая охватывает всю страну и позволяет оказать вот такую специализированную помощь при острых проблемах мозгового кровообращения. И такие инсультные единицы, конечно, лучше всего оснащены и работают в Риге, поскольку всё-таки это столица и самый крупный город, и естественно, что ресурсы здесь доступны и врачей, и медицинского оборудования, и лекарства, может быть, более в широком объёме. А вот что касается региональных инсультных единиц, то специалисты отмечают, что у них вот ресурсы даже такие вот необходимые отсутствуют, да, то есть, допустим, в Якопилской районной больнице работает только один невролог. Понятно, что он не может дежурить круглосуточно. Он уходит домой, а если привозят больного, то назначение должен сделать врач, то есть, тогда его надо вызывать из дома, пока он доедет, пока то-сё. Ну, конечно, существуют, наверное, какие-то протоколы и механизмы, которые позволяют вот эту экстренную помощь оказать уже в карете скорой помощи, и это делается, но всё-таки эффективность дальнейшего лечения, реабилитации зависит от профессионализма врачей. Вот, ну, понятно, наверное, что ваша система, она не рассчитана на то, чтобы там мобилизовывать врачей из разных мест. Ну, как я понимаю, первое и, ну, такое решающее значение имеет вот быстрота реакции. Ну, здесь имеет значение, есть базовые проблемы, ну, вот, столкнувшись с этой проблемой персонально, я начал, ну, осмысливать, ну, а как на самом деле, как мне кажется, как это, ну, должно было бы быть. Ну, я столкнулся с той проблемой, что, ну, телефон 112 службы спасения, да, он, ну, или информационная система службы спасения 112, он не интегрирован с информационной системой, ну, системой здравоохранения, да, ну, то есть, а там есть, ну, свои, есть скорая помощь, которая живёт, ну, своей жизнью, есть ВСЛИБ, которая живёт там, ну, своей жизнью, да, то есть, между службами спасения, которые подчиняются, ну, различным министерствам, министерствам внутренних дел и министерствам здравоохранения, нету единой интеграционной системы, нету единой базы данных, которая содержала бы минимально необходимую, ну, информационный какой-то профиль о человеке, чтобы не тратить время на, значит, сбор информации по телефону, кто ты, что ты, где ты находишься, там, и так далее, то есть, это первое. Второе, ну, каналы коммуникации, да, то есть, сейчас наши технологии, ну, позволяют решать любые проблемы, да, и определять, и где ты находишься, значит, ты можешь общаться там с помощью телефона, ты можешь нажимать на кнопки, особая проблема для слепых и глухонемых, для них вообще латвийское государство не предусматривает никакой коммуникации в чрезвычайной ситуации, ну, просто нету, ну, каких-то инструментов, да, то есть, в том числе и технологических, да, для того, чтобы, ну, глухонемой, там, или слепой, или, там, одинокий, там, старый, он мог бы как-то, ну, созвониться, да, то есть, потому что, ну, потому что, да, то есть, хотя, я повторяюсь, современные технологии позволяют решать это совершенно разными способами, могут быть, я говорю, и телефонные кнопки, могут быть… Просто кнопки. И, ну, могут быть какие-то голосовые коммуникации, да, то есть, те, которые не могут пользоваться на современном. Ну, в любом случае, на это надо обратить внимание, об этом надо думать, да, потому что все эти алгоритмы, они понятны, описаны, то есть, очень много повторяющихся операций, которые убивают, ну, время, да, то есть, и, ну, другое, я сказал, что есть разрыв между службами спасения, между, ну… Ведомственными. Ну, медовственными, да, но точно так же нет интеграции с, ну, социальной службой, да, потому что, на самом деле, звонок в 1.1.2, это, повторяюсь, это не конец кейса, это начало кейса, да, то есть, ну, что происходит, ну, потом, и потом мы попадаем под то, что социальные службы не квалифицируют этих людей, и это становится проблемой семьи, да, и опять у него нету, ну, никакой-то, ну, методологии, консультирования, поддержки или материальной поддержки, да, то есть, вот, ну, я столкнулся с тем, что, ну, да, я просто воспользовался своими связями, и после, ну, больницы отвез мать, ну, в реабилитационный центр, и, ну, ее взяли еще на какое-то время, и там она находилась под квалифицированным присмотром. Ну, для многих это, ну, недоступно, да, а что потом? А потом, я говорю, надо, нужны кровати, нужны, нужен персонал, да, для того, чтобы получить специализированную кровать, ну, ты должен написать заявление, да, то есть, это заявление там будет рассматриваться в течение месяца, да, то есть, ты ее там получишь, не получишь, эту кровать, да, то есть, а проблема, она существует, ну, здесь и сейчас, то есть, вот, и что с этим делать, да, и опять же, ну, следующая проблема, да, это разрыв, ну, ресурсов, ну, то есть, вроде каждое ведомство или семья, они готовы, ну, или вкладывают там какие-то, имеют свои какие-то бюджеты, но посмотреть на эту проблему как на единое целое и суметь саккумулировать ресурсы государства, самоуправления, семьи, да, значит, каких-то корпораций, да, то есть, ну, которые занимаются поставкой там медицинского оборудования или медикаментов, малого бизнеса, да, потому что, ну, такой вот больной, ну, если он из платежеспособной семьи, он является источником создания рабочих мест, ну, в той же сельской местности, да, потому что, ну, надо приехать, надо убрать, надо накормить, надо привезти продукты, надо там какие-то животные. Ну, понятно, у нас есть звонки, давайте послушаем, надевайте наушники. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, вот скажите, пожалуйста, да, тут говорится о какой-то скорости реакции, там, значит, медицинские услуги, там, еще что-то. Наше государство вообще от нас отстранилось, да, и все сделало так, у нас только так, запретить отнять, да, допустим, какие-то услуги, вот, медицинские получить, да, извините, вот у меня супруга сломала руку, и чтобы попасть на МРТ, да, практически месяц ей надо было, да, ну, насколько я знаю, перелом начинает заживать сразу, ну, вы понимаете, да, потом последствия, вот. Потом, значит, такая ситуация, она на билетне, полгода, да, полгода закончилась, теперь надо подавать на комиссию, да, теперь вот это время, там, до трех месяцев эта комиссия может там где-то заседать и думать, да, человек не получает ни денег, ни пособия, ничего. Допустим, это одинокая мать, да, что ей делать, как ей жить вот эти три месяца, пока комиссия решит, может она работать или не может работать, понимаете, у нас бардак, да, да, у нас не попасть никуда, ни к врачу толком, вот, ни на обследование, вот. У нас, чтобы попасть на обследование, ты можешь несколько раз получить инсульт, да, потому что до этой очереди пока дойдет у тебя, да, оплатная, пожалуйста, хоть сейчас. Понятно, спасибо вам за ваше мнение, да, действительно, это проблема, которую давно уже муссируют, однако же, ВОЗ и ныне там, и вот сейчас Александр Гешуленок, наш гость сегодняшний, тоже отметил этот разрыв между ведомствами и тот вопрос. И процессами, да, потому что многие вещи… Ну, то есть практически получается, что если человек вот попал в такую беду, то ему грозит не только потеря здоровья, но и нищета, потому что он теряет работу, его близкие, ну, все ресурсы тратят на то, чтобы его вытащить, и тоже семья остается, ну, как бы… Поэтому я говорю, что вот этот кейс, инсульт, звонок в 1.1.2 – это начало только истории, потому что в том числе и принятие каких-то административных решений, да, то есть они должны проходить, ну, автоматически, потому что любое решение, да, ну, в этом случае, это зависит от чиновника, у которого есть процедура, но так есть технологии, если есть, ну, определенные критерии, то изменение статуса этого человека может происходить мгновенно, да, то есть там не надо участия какого-то чиновника, который будет подтверждать или оспаривать диагноз лечащего врача, ну, это безумие, да, то есть просто я говорю, что мы проходим по цепочке изменения статуса этого человека, и ответственность, она переходит от одного, от одной институции к другой, и эта ответственность должна проходить мгновенно, да, то есть… То есть ваша система предусматривает, что как только меняется статус человека, то автоматически включается цепочка неких действий, которая предполагает, например, там, через 10-дневный срок после начала истории оказания помощи по, там, социальному уходу, предоставление той самой кровати, то есть эти, ну, кровати, они нужны на какое-то время, очевидно, что людям не нужно их, там, покупать на всю жизнь, а им на какое-то время нужна кровать, которая поднимает, допустим, из голови, опускает или то и другое. Ну, я об этом говорю, что надо пройти по всей цепочке принятия решения, изменения статуса, то есть вот когда идёт звонок, да, то есть ответственность на себя принимает оператор службы 112. После того, как он переключил свой телефон на оператора скорой помощи, он берёт на себя ответственность. Когда выехала бригада скорой помощи, они принимают на себя ответственность. Когда они привезли в больницу, больница принимает на себя ответственность. Потом, когда вот этот первый срок, там, 10 дней прошло, значит, либо семья должна, ну, здесь мы смотрим о вариантах, о сценариях поведения, это всё понятно, да, то есть, здесь нет никакой… То есть, есть алгоритм, который проверенный… Ну, его просто надо, ну, прописать, да, то есть, и заложить в основу, ну, принятие решения, то есть, если эта ответственность принимает на себя семья, ну, значит, там варианты такие, да, значит, если ответственность принимает на себя самоуправление, значит, варианты поведения такие, бюджеты… Давайте, у нас есть ещё звонок, давайте, послушаем, добрый день, говорите. Добрый день, вот два ключевых момента, вот вы сказали, даже вы, что вы приложили свои связи, получили койку в реабилитации для матери, и звонил человек, сказал, этот бардак, и тра-та-та-та-та, и свою историю все будут рассказывать, у меня тоже был инсульт у матери, и могу там начать свою историю излагать, не кажется ли вам, что давно надо понять, что это не бардак, а отлично отточенная и всё более-более совершенствующаяся система, То есть, никто, ни для кого ничего не собирается делать. Государство, что такое государство? Чиновническое, у которого такие же связи, как у вас, или лучше. И там всё будет отработано нормально. Понимаете, поэтому глупо, значит, вот всем нам, простым, там, а как же так, а вот за деньги хоть завтра, именно так, за деньги хоть завтра, без денег-то никто, и никто, то, что вы собираетесь, там, якобы воплотить жизнь, но не будет этого. Вы правы, у меня этого не получается уже шесть лет. Мы после перерыва продолжим эту тему, спасибо вам за участие в передаче, и ждём ваших звонков после небольшой рекламной паузы, у нас в гостях Александр Гришуленок, изобретатель и создатель системы САСАП. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Добрый день, ещё раз продолжаем в программе «Подоплёка» обсуждать систему экстренной помощи при сосудистых катастрофах в Латвии. Ну, наверное, не только при сосудистых катастрофах, наверное, эта система вообще позволяет реагировать на любые чрезвычайные ситуации. То есть, если человек знает, как пользоваться тревожной кнопкой, то он, наверное, может чувствовать себя более уверенно при каких бы то ни было экстренных событиях, которые происходят. И у нас сейчас фокус внимания – это ковид, а на самом деле, конечно, ковид не отменил ни инсультов, ни инфарктов, ни онкологии, ничего. Мне кажется, наоборот. То есть, вот когда я начал говорить и с Министерством внутренних дел, да, и с Министерством благосостояния, и с Министерством здравоохранения, и с... То есть, вы обивали пороги. Да, некоторыми порогами, ну, некоторыми там социальными службами, да, то есть, ну, вот это, я говорил, ну, что вы будете делать, если случится вот эта, ну, чрезвычайная ситуация? Когда она случилась, мне сказали, ну... Поздно, сейчас у нас другое. Сейчас некогда нам. Да, нам сейчас надо, ну, другое. И вместо того, чтобы создавать эффективную систему управления, да, значит, я говорю, что это, ну, персональная коммуникация безопасности сервисов, чрезвычайной ситуации для различных категорий граждан, да. То есть, у каждого, ну, своя судьба, свой профиль, свои возможности, там, ограничения, то есть, ну, я уже говорил, что для пожилых это один сценарий, для детей это другой сценарий, для слепых это третий, там, глухонемых и так далее, для разорванных семей это что-то другое, да. Ну, то есть, все базовые сценарии, они, в общем-то, ну, понятны, и существует, ну, цепочка принятия ситуации, ну, вернее, информации о ситуации, да, принятия решения, передачи ответственности, ну, следующему, и там действует алгоритм. Ну, я просто говорю, как, ну, бывший офицер, ну, ракетчик, то есть, система боевого управления, это, ну, ракетный полком стратегического назначения для меня, ну, понятно, да, то есть, все действуют по алгоритму, особенно, если мы живем в условиях ограниченных ресурсов, значит, тем более надо использовать их эффективно. Но у нас вместо того, чтобы разрабатывать эффективные системы управления, мы свою некомпетентность заливаем займами из международных институций, да, то есть. У нас есть еще звонок, добрый день, говорите, мы вас слушаем. Доброе утро. Вот что я хочу высказать, только свое мнение, у других, конечно, свое остается. Людмила Борисовна, мое мнение такое, что кнопка эта неотложная и скорая, и любой другой помощи уже есть, и ничего не надо изобретать. Это, конечно, близкие люди. Хочется, не хочется, стареют люди, да, слабеют. Вот дай им в руки эту кнопку, чтобы скорую там вызывать, да что начнется, это будет неуправляемый хаос. Да, что у них в голове творится, никто не знает. Кому они будут звонить, что требовать, тоже неизвестно. Они от родных требуют. Вот у меня, мы купили, зять купил вот квартиру, где я здесь живу. Ну, прислабела бабушка, у нее детей не было. Это племянник мужа даже, не ее. Он ее квартирку продал, и она благополучно отжила в Далгопелсе в пансионате. Там, не знаю, 8 лад в день платили или что. И моя бабушка, было ей 70 лет, ну, вот села и все, не стала ходить. Мой крестный ее младший сын закон был, с младшим сыном в доме родителей оставаться было надо. Он не работал, он за мамой присматривал 5 лет. А что делать? Это же старики, как и дети. И ни одно государство не возьмет на себя эти расходы. А мы-то не такие богатые. А другие, кто побогаче, так они там тоже откладывают и имущество продают. И в эти богатые пансионаты идут. Ничего другого нет. И к тому же, в этих пансионатах тоже у нас няхти, какая обслуга, да? Тоже люди такие же, с отклонениями и все. Это тоже надо иметь в виду. Так что самое близкое и спасительное гнездышко, это родное. Но у кого нет детей, другое дело, они должны были за жизнь позаботиться о своей старости отложить, чтобы оплатить пансионат. Вот это мое мнение. Извините. Да, спасибо. Но я вижу здесь три вопроса. То есть, первый тезис, что никто не заменит родственников и соседей. Да, и я уже говорил о том, что мою мать спасла соседка. И вот эта роль такого сообщества, то есть комьюнити, в который входят члены семьи, соседи, где происходит коммуникация. Это чрезвычайно большая... Ну, сейчас произошло вот такое переосмысление. То есть, ни индивид, ни семья уже не являются субъектами, способными реагировать на такие вызовы чрезвычайной ситуации. То есть, только сообщество, то есть комьюнити, когда включаются члены семьи, родственники, знакомые, все связи. То есть, они могут объединить свои ресурсы и интеллектуальные, и организационные, и финансовые, ну, разные. То есть, они только в состоянии как-то взять на себя ответственность за одного из членов семьи. То есть, с этим я соглашусь. Это очень важно фиксировать. Никто не заменит соседа, если нет рядом родственников. И поэтому вот эта вот коммуникация в рамках комьюнити, ну, с соседкой, с соседом, то есть, с кем ты регулярно общаешься, это чрезвычайно важно. И здесь я совершенно согласен. Никакая кнопка их не заменит. Да, то есть, это другой еще очень, ну, фундаментальный аспект, ну, социальный, который надо принимать во внимание, ну, когда мы говорим об этой теме. Второй вопрос, ну, слушательница задала, да, то есть, или дома, или пансионат. Это тоже два сценария, да. То есть, есть люди, которые могут жить дома, и для них может быть создан сервис по месту жительства, и это свой сценарий, свои бюджеты, и там должны быть включены и ресурсы семьи, и самоуправление, и государство, и там каких-то фондов, общественных организаций, некоммерческих там и так далее, да, там корпораций. То есть, это, ну, свой просто другой сценарий. А третье, это, ну, пансионаты, да, то есть, наступает какой-то момент, ну, когда лучшим выходом из этой ситуации является действительно, ну, квалифицированная, постоянная помощь, ну, в пансионате. Это, ну, другое, то есть, это разные вещи, которые их надо просто выделять и смотреть, что это, ну, это не одно и то же, да, то есть, не в кучу, это разные истории. На них надо обращать внимание. А третий вопрос? Ну, вот я говорю, что первое, это родственники, да, второе, сценарий, это обеспечение, ну, социальных услуг уже по, и по реабилитации, по месту жительства, да, и здесь очень важно, чтобы были эти ресурсы, да, то есть, и можно было бы заплатить за то, чтобы... За эти услуги. Да, прийти, убрать, помыть там и так далее. А, ну, третье, это, это пансионаты как, ну, таковы, то есть, наступает какой-то момент, когда дома эти услуги оказать невозможно. И тогда вот эти, ну, пансионаты с их проблемами и возможностями. Давайте послушаем, добрый день, говорите, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я пришла. Разрешение посещать ее каждый день. Вот в течение месяца, с утра до ночи, я приезжала и ухаживалась не сама. В результате она речь восстановила, потом руки, потом ноги, стала ходить через месяц. Теперешняя история. Мои две самые, ну, очень близкие подруги, одна в 52 года, забрали ее с инсультом, она умерла через 10 дней. Другая не могла дождаться визита к врачу, вышла, ну, в таком состоянии была, что еще могла ходить. Она вышла из дома, упала на улице, ее подобрали люди и сообщили, и вызвали скорую помощь. Три недели она пролежала, вернее, больше 10 дней ее не держали, она не приходила в себя, она была с тяжелым инсультом. Пустили только сына однажды принести ей продукты и вещи. Через 10 дней ее выписали и сказали, забирайте домой. У нее муж, 85 лет, который в Паркинсоне глубоким работает, да, в городе, вот. И сын, который живет на взморе, там, в бизнесе, с семьей и с маленьким ребенком. И вот этот сын, слава богу, имеет машину. И поскольку в Латышу у нас имеют большие связи родственные, то он, наконец, значит, нашел очень удаленную, ему предложили, очень удаленный хоспис. Вот. И ему, маму, показали только тогда, когда ее забирал он, отвез в этот хоспис, и две или три недели она лежала там. Абсолютно, он только по телефону мог узнать о ее состоянии, и в конце концов она умерла. Он ее даже не видел в течение трех недель. Вот такая у нас ситуация, и такое отношение. Ой, да, очень грустная ситуация. Можем вам только посочувствовать, это ваши близкие друзья. У меня, конечно, мама давно умерла. Ну, понятно, да. Все-таки она после моего ухода в больнице, а сейчас больше десяти дней не держит. Угу. Ну, ясно. А я ухаживала только в больнице вместе с сестрами. Угу. И с физкультурником приобщала. Все. И в результате выписала. А другие бабушки, которые лежали без своих близких, они работали, не возле пьес, все вот так и помирали там при мне. Да, спасибо за эту историю ужасную. И эта история, к сожалению, не единична. И я хочу здесь напомнить, может быть, оппонировать нашему радиослушателю, который говорил, что государству наплевать, и как было, так и будет. А может быть, будет хуже. И Гришуленок будет обивать пороги, его никто не будет слушать. Говорит, что нам некогда, у нас сейчас ковид, у нас все силы мобилизованы. И, кстати, при ковиде и вот то, о чём сейчас наша радиослушательница рассказала, невозможно, потому что родственников не допускают в больнице, не допускают в палаты. Обеспечить уход силами родственников вот эти острые моменты тоже невозможно. И хочу напомнить, что всё-таки государство обращает внимание на эту проблему. Во-первых, инсультные единицы были созданы. Однако, всё-таки на 100 тысяч жителей у нас самый плохой показатель в Евросоюзе и в странах ОССР. 203 смерти на 100 тысяч жителей приходится на инсульт. И это очень отличается от показателей лучших. Эстония – 56, это в 4 раза меньше. В среднем по ЕС этот показатель 64. В России даже с её огромными расстояниями 94. Инсульт входит в стройку главных причин смертности в Латвии, уступая онкологическим заболеваниям и инфарктам. И вот эти данные, которые озвучиваются в официальной литературе или бюллетенях, они, конечно, обсуждаются, даже обсуждаются на уровне парламента, заслушиваются сообщения Министерства здравоохранения. Однако ВОЗ немножко двигается, но двигается он очень медленно, вперёд, и я очень сомневаюсь, что в данной ситуации с ковидом на эту тему будут обращать более активное внимание. Более того, я посмотрела, что если за 2020 год, после 2019 смертность от сердечно-сосудистых заболеваний не возросла или даже в каких-то пунктах уменьшилась, то первые месяцы 2021 года показывают очень тревожную ситуацию, потому что она начала возрастать, люди начали снова попадать в больницы, и им нужна такая экстренная помощь. Давайте ещё послушаем последний звонок. Добрый день, говорите, мы вас слушаем. Господа Прибыльские, ну я извиняюсь, просто вы сказали мне оппонировать и подтвердили мои слова, понимаете? И вот этот тезис, который повторяют все, что мы же живём лучше, вот вы сказали, мы же движемся вперёд, мы движемся, но мы последние отстаём от всех, то есть все двигаются, и мы двигаемся. Ну, может ли Ахиллез догнать черепаху? Старая логическая... У нас же всё сводится к тому, что все говорят, мы живём лучше, и там этот сабдет, и тра-та-та-та-та-та-та. Вот мы можем там двигаться вперёд со скоростью там черепахи-таракана, когда уже первых, Эстонию уже за горизонтом не видно, и вот когда вы говорите, это тезис. Ну тут извините меня, уже трудно не позвонить второй раз. Да, хорошо, спасибо. Ну вот я хочу на один аспект обратить внимание, да, то есть каждый действует в рамках своих компетенций и возможностей, да, то есть оператор, я повторяю, 1-1-2, он выполняет свою обязанность по инструкции, да, скорая помощь тоже по инструкции, да, то есть все работают по инструкции, но никто не проходит по всей цепочке, не смотрит на эту историю от начала до конца, и не создают единую… Кто шелкостюм? Мы к куговицам претензии есть? Нет. Нет, да, то есть никто не смотрит на эти процессы, ну как на единое, ну целое, на сценарии, и не создают единую какую-то, ну алгоритм поведения, да, то есть, ну в этой ситуации, потому что если посмотреть на эту историю, ну сверху, то можно увидеть и как бьются работники скорой помощи, как, ну сестры в, значит, в больницах, как семьи, да, но никто не рисует общую картину мира, а как бы надо было, потому что если, ну такая картина была бы нарисована, то окажется, что и ресурсы можно было бы использовать по-другому, да, и время, и чиновников, и материальную базу, да, то есть, все можно было бы упростить, но для этого надо умение, ну мыслить, ну как-то стратегически, да, то есть, а не заливать проблемы со своей некомпетентностью, ну деньгами, да, то есть, можно провести 25 тысяч заседаний правительства в день, да, взять еще там 50 миллиардов долга, но это никак не изменит проблему инсультов, ну и вы правильно говорите, что мы говорим о системе, о платформе коммуникации, безопасности и сервиса. Какая там будет чрезвычайная ситуация, инсульт, ковид, там, или стихийное бедствие, или еще что-то, да, то есть, это не имеет, по большому счету, значения, да, то есть, люди знают, ну как управлять этой ситуацией, они умеют коммуницировать, они могут передавать ответственность, могут принимать решения, да, могут мобилизовывать все доступные ресурсы из разных источников, и тогда происходит эта деятельность какая-то, ну, осмысленная. Понятно, что что-то может там не получаться, не получаться, но в крайнем случае понятно, что люди понимают, что они делают. Сейчас, ну, такое ощущение, что мы не понимаем, нигде мы находимся, никуда мы идем, никакие цели, задачи у нас есть, мы берем деньги, мы их тратим, потому что мы считали, для, ну, такой базовой, такой модели, ну, работающей модели, которую можно было бы, ну, тестировать и понять, ну, необходимо там порядка 2-3 миллионов евро. Сколько мы сожгли денег за ковид, сколько было инвестировано в систему управления чрезвычайной ситуацией? Нисколько. Да, то есть, ну, просто вот об этом... Решаем проблему по мере поступления. Да, мы решаем, но мы не понимаем, что главная проблема в нас самих, в том, что мы не умеем управлять. То есть, мы не знаем ни исходных точек, мы не знаем ни процедур, ни сценариев, ни ответственности, ни, ну, каких-то нормативов, да, по времени, да, то есть, для того, чтобы... Ну, я говорю, что в армии тренируются эти нормативы с помощью секундомера, да, то есть, каждый знает, что он должен сделать. Никто здесь не ходит, ну, секундомером, не измеряет время принятия решения для того, чтобы поменять статусы, дать человеку какие-то пособия, обеспечить ему какие-то условия для существования, да, ну, найти какие-то ресурсы, потому что, ну, опять же, вот эта система, она создает возможности для развития локального малого бизнеса, потому что одна из проблем, которые необходимы, это, ну, я не знаю, там, ну, дрова надо привезти этим людям, да, то есть, и понятно, что если у тебя есть база данных, ну, тех людей, которые находятся вот в этой программе, значит, эти потребности, ну, в дровах, они обеспечены, не знаю, там, бюджетами самоуправления, да, то есть, и понятно, что если, ну, таких, там, 200 семей, это, там, сколько-то кубов дров, то это задание для какого-то малого бизнеса, и там одна, две, три компании, они будут специализироваться на этом, они будут планировать свои инвестиции, ну, закупать этот лес, дрова, обеспечивать логистику, и все это становится… Ну, кто же касается и сиделок, кто же касается и аренды вот этого специального инвентаря, ходилок, там, кровати и так далее, и так далее. Да, ну, все это требует осмысленности, но не в рамках узкой компетентности, да, а смотреть на эту проблему, ну, глобально. И чтобы человек не искал, когда он столкнулся с этой проблемой, а что же ему дальше делать, а чтобы он мог зайти куда-то и посмотреть вот этот алгоритм, и посмотреть куда, и как он может обращаться. Ну, потому что все эти алгоритмы, они прописаны, да, они существуют. Проблема возникает в том, что происходят разрывы, ну, в передаче ответственности или в принятии решения от одной института до другой. Хорошо, сегодня мы говорили о службе экстренной помощи, Александр Грешуленок, изобретатель системы САСАПа, был он у нас в эфире. И на самом деле нужно не так много средств для того, чтобы придуманную им систему реализовать и дать людям алгоритмы понятной помощи в чрезвычайных ситуациях. Я надеюсь, что сейчас наше общество начинает как-то меняться и смотреть по-другому и на власть, и на происходящее в государстве процессы, и на эту тему обратят все-таки внимание и внедрят эту систему. Я на это надеюсь. Спасибо, Александр, за то, что вы подумали о всех, кому может понадобиться такая помощь, а это буквально все мы. Программу «Подоплека» сегодня провела Людмила Прибыльская, звукорежиссер студии Евгений Копеин. Всего доброго, спасибо вам за участие в программе. Спасибо, до свидания.